Мы изучаем книгу Зор, глава Ахар-Эй-Мод, пункт 357, глава Два Женских Духа. Перевод можно прочитать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Если каждый попросит то, чего ему захочется, или каждый попросит даже то, что ему не хочется, но то, что необходимо попросить, о чем он читал и понял, что именно так это и нужно, то в любом случае мы за это ничего не получим, несмотря на то, что мы читаем Зор от всего сердца, и каждый хочет достичь духовного и внутреннего, ничего только нет, ничего мы не получим. Почему? Потому что должна быть общая молитва. Общая молитва – это когда молятся о том, чтобы быть как одно целое, поскольку Творец является единым, так и мы должны быть такими. Поэтому, если мы все думаем об этом единстве, об объединении, чтобы стать этим единым, лишь тогда молитва принимается, а иначе нет. Представьте себе, есть очень большая система по управлению, называемая простым высшим светом, а мы на протяжении тысяч лет не пробуждаем его ни на грамм. Он так вот находится в полном покое. Потому что никто не думает пробудить его при помощи общей молитвы, когда лишь тогда он сможет воздействовать на это самое желание. Почему? Потому что высший свет сам по себе никуда не двигается и не изменяется. А притянуть его возможно согласно закону подавления по свойствам. То есть, насколько мы станем едиными, то его воздействие на нас в качестве единого и повлияет на нас. Поэтому каждый зависит от своих усилий объединиться вместе, когда при помощи этих усилий мы чувствуем, насколько мы не способны объединиться вместе, насколько это является необходимым, насколько мы должны объединиться. Ведь нет выбора, и мы желаем только этого. И тогда, согласно этому внутреннему напряжению, он светит больше. То есть, его воздействие действительно становится больше, чем нулевой уровень. И таким образом мы и продвинемся. Поэтому, в особенности, во время чтения книги Зоар, мы должны почувствовать, что мы стремимся быть вместе, объединенными как одно целое, перед светом, который бы повлиял на нас, чтобы он создал это единство и раскрылся бы в нас. И при этом мы будем рады дать ему возможность и доставить ему наслаждение. Давайте попытаемся сделать это. Статья «Два женских духа», пункт 357. 130 лет жил Адам отдельно от жены и не порождал потомства. После того, как Каин убил Авеля, Адам не хотел соединяться со своей женой. С того момента, когда ему и всему миру был вынесен смертный приговор, сказал он, «Зачем стану я рождать на погибель?» И сразу же отделился от жены своей. 358. «Два женских духа приходили и соединялись с ним и рожали. А те, кого родили они, были разрушители мира. Они называются бедствиями человеческими. И они прилетают к людям и прибывают при входе в дом, и в ямах, и в отхожих местах. Поэтому от человека, при входе в дом, которого помещено святое имя Пшадай, что высших сферот, бегут и отдаляются все разрушители. Как написано, «И бедствие не приблизится к шатру твоему». Это упомянутые выше бедствия человеческие. 359. Когда Адам спустился в высшем образе, в святом образе, и увидели его как высшие, так и нижние, все приблизились к нему и поставили его править этим миром. После того, как змей вошел к Хави и привнес в нее скверну, от этой змеиной скверны она породила Каина. Оттуда отсчитываются все поколения грешников мира, и пределы демонов и духов располагаются от этого места и по его сторонам. И потому все демоны и духи в мире наполовину от людей внизу и наполовину от высших ангелов наверху. Ведь они родились наполовину от скверны змея, верхом на котором ездил ангел сам, и поэтому они наполовину от ангелов. А другая их половина подобна людям, потому что они родились от Каина, который был человеком. Также и те другие демоны, родившиеся от Адама, с помощью двух женских духов, все они тоже наполовину от нижних, а наполовину от высших. Пункт 360. После того, как от Адама родились демоны, он породил дочерей от тех духов, которые были подобны красоте высших и красоте нижних. Поэтому написано, «Увидели ангела Всесильного, что дочери того Адама прекрасны, и все они сбивались с пути, увлекаемые ими. А есть один Захар, явившийся в мир от духа, исходившего от Каина, и звали его Туваль-Каин. И одна Некива родилась вместе с ним, и люди сбивались с пути, увлекаемые ею. Она зовется Наама. От нее родились другие демоны и духи. Они парят в воздухе и сообщают разные вещи тем другим, которые находятся в мире внизу». 361. И Туваль-Каин произвел все орудия убийства в мире, ведь он обрабатывал всякие медные и железные орудия. Наама же предавалась своим чувствам и прилеплялась к своей стороне. И до сего дня она неизменно прибывает средь шума Великого моря, а выходя из него, забавляется с людьми, зажигаясь от них во сне такой же человеческой страстью и прижимается к человеку. Она забирает у него страсть и не более того. И от этой страсти она зачинает и производит на свет всевозможные виды демонов. 362. И эти сыновья, то есть демоны и духи, которых она порождает от людей, являются во сне, соответственно, к женщинам рода человеческого, и те зачинают от них и порождают духов. И все они идут к родоначальнице, лилит, которая растит их. И она выходит в мир и ищет детей, и видит детей человеческих, и прилепляется к ним, чтобы убить их, и соединиться с духом детей человеческих. И она уходит с этим духом и встречается там с тремя духами святости, и они, воспарив пред ней, забирают у нее этот дух и доставляют его Творцу, и учатся они там пред ним. Лилит и Наама. 363. Тора предостерегает людей. Освящайте же себя и будьте святы. Если человек свят, он не боится лилит, ибо тогда Творец вызывает этих трех святых ангелов, которые оберегают того ребенка, и она не может нанести ему вреда. Как написано, не случится с тобой беды, и бедствия не приблизится к шатру твоему. И все это потому, что ангелам своим он заповедует о тебе оберегать себя. Оберегать тебя. 364. Ведь если человек не пребывает в святости и притягивает дух со стороны скверны, приходит лилит и заигрывает с этим ребенком. И если она убивает его, то прилипается к духу ребенка и никогда не отходит от него. А что же с другими, которым не притягивается дух со стороны скверны, а она убивает их? И встают на пути ее три духа святости и забирают у нее тот дух, ведь они не относятся к стороне скверны. Почему же у нее есть власть, позволяющая убить их? Но убивает она человека в том случае, когда он не освящен. Однако у него не было намерения оскверниться, и он не оскверняется. Поэтому она может возобладать над телом и убить его, но не имеет власти над духом, ибо дух доставляется к Творцу. 365 пункт. Но бывает и так, что Наама является в мир, чтобы загореться желанием от людей, и у человека возникает сильное влечение, и тогда он пробуждается ото сна и соединяется со своей женой и возлежит с ней. А желание его все еще в той страсти, которая была у него во сне. И тогда сын, которого он производит, исходит со стороны Наамы, ибо он пребывает в ее страсти. А когда выходит Лилит и видит его, она знает, что он исходит со стороны Наамы, и она связывается с ним и растит его, как всех других сыновей Наамы. И она находится с ним многие дни и не убивает его, ибо он исходит от ее стороны. 366 пункт. Это человек, который в каждое новолуние становится неполноценным, и она не разочаровывается в нем никогда. Ведь всякий раз, когда обновляется Луна в мире, то есть в новомесячий Лилит, выходит и командует всеми детьми, которых она растит, и заигрывает с ними. И тогда, в этот момент, тот человек становится неполноценным. Счастливы праведники, которые освящаются святостью царя. О них написано «И будет в каждое новомесячье и в каждую субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться предо мной». 367. Эти вещи раскрыл царь Шломо в книге «Осмодея царя бесов». И я нашел в ней 1405 видов скверны, которыми оскверняются люди, и это «Осмодея» раскрыл царю Шломо. 368. «Горе людям, которые все глухи и слепы, и не знают, и не слышат, и не наблюдают, как существуют в мире. исцеление». Ведь есть для них совет и исцеление, но не смотрят они. Ибо люди могут спастись только с помощью совета Тора. Как написано, «Если будет у тебя человек, который нечист от случившегося ночью, то пусть он выйдет вон из стана, который нечист, рождение ночью, рождение которого происходит от духа скверны, случившееся ночью во сне, пока он спал». И написано в Торе, «Освещайте же себя и будьте святы, ибо я творец всесильный ваш». То есть тогда с ним не случится ничего дурного. Ну, хотите спросить что-нибудь, но только серьезное? Кто там? Ну, спрашивай. Раф, что такое объединение? Когда я думаю, объединение представляет себе... Объединение – это когда все системы становятся одной единой системой, когда между ними есть некая совместная часть, которая относится к ним обеим. Это и называется объединением. Это не то объединение, когда есть один и другой, так же, как у нас. У нас в нашем мире есть один, есть другой, а есть объединение между ними, вот так, вот некая трубка, которая объединяет между ними. И все. И тогда что-то перетекает отсюда, что-то... Отсюда это называется объединением. Это не объединение. Это не является объединением. Объединение означает объединение в желаниях, чтобы они стали бы совместными. И все. что еще? Все? В этом заключается разница между тем, что мы принимаем за объединение в нашем мире между истинным объединением. теперь ты можешь сказать секундочку, что происходит здесь? Пропадают желания, два становятся как одно целое? Нет. Нет. Здесь есть несколько вещей. То есть, если это первый, а это второй, забирает желания другого, которые находятся вот здесь, а второй забирает желания первого. Может быть, можно это иным образом изобразить, чтобы стало более ясно. Я беру твои желания и присоединяю к себе. А ты берешь мои желания и присоединяешь их к себе. Но присоединяешь их таким образом, когда все, что есть у тебя важное, ты действуешь сейчас, чтобы повлиять на эти желания. И здесь то же самое. в объединении есть множество ступеней. Вся лестница ступеней это различные виды объединения. Разница заключается также как в виюде, так и в качестве, когда одно влияет на другое. и в общем-то я могу сейчас, не знаю, может быть, неделю об этом разговаривать. Если мы будем говорить о видах объединения, о взаимных видах взаимовключения, каким образом одно качество чувствует другое, и они объединяются, как эти свойства могут почувствовать друг друга при помощи желания, ведь каждое из свойств растет при помощи какого-то определенного желания. Можно ли, чтобы одно свойство превратилось бы в другое, если ее желание станет большим или меньшим или еще что-то? Здесь можно, как в алхимии, хотели вот сделать, превратить железо в золото, или же мы сейчас можем поступить так же, когда мы добавим сейчас какие-то частички в атом, и этот атом железа превратится в атом золота, как будто бы это возможно. Но ведь это все зависит от объединения, это не просто изменение массы, это зависит от объединения, ну, в общем, здесь есть очень много всяких вещей, которые мы пока что не в состоянии почувствовать. Ну, давайте еще когда-нибудь об этом поговорим поговорим, однако. Нужно приложить в этом усилие, и тогда мы сможем это обсудить. Да. Я думаю, недостает то, что вы говорите, чуть-чуть раскрыть. Каждый день объединение, 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 и это проходит мимо уха, не улавливается. Поэтому это не воспринимается, то, что я говорю. Что приготовить для того, чтобы это было воспринято хоть в чем-то во мне, чтобы я почувствовал, о чем вы говорите, объединение проходит мимо. Ты нет потребности в этом, и чувствуешь, что тебя этого не достает, поэтому ты не услышишь этого. Как я могу, чтобы у меня был хитарон? От товарищей, от товарищей, без ничего продолжать. Пусть товарищи дадут тебе потребность к этому при помощи того, что начнут рассказывать тебе, насколько это является великим. Ведь все здесь просто. Все начинается и заканчивается связью. Правильной связью к правильной цели между товарищами, которые находятся, и так далее, и тому подобное. И все. Работаем над этим. То все нормально, если нет, то нет. Объединение это каждый включается в потребности других. То есть каждый должен добавить к себе еще разные виды связи. Парцуфим. Пока мы снизу вверх не приходим к точке, где находится бесконечное количество парцуфима, это и называется миром бесконечности. А все происходит при помощи объединения, правильно, нет здесь иных слов. Вместо объединения, можно сказать, как человек с одним сердцем, если мы ближе к самому себя, и так далее. Есть тысячи разных выражений, поскольку вся Тора, она существует лишь для того, чтобы произвести объединение после произошедшего разбиения, и все. быстренько. Только заострить секундочку тот рисунок, что вы нарисовали. Мне кажется, что не должно быть тут взаимного действия. Я могу быть объединен, а то, что делает второй относительно ко мне, это так я понял. Ну и что тогда? Я спрашиваю, это правильно я понял? Ну мы все объединены, значит, но кто это чувствует? Мы все объединены, но ничего не происходит. Все происходит только в отношении нас, ведь мы находимся в скрытии от этого объединения, в разбиении, мы чувствуем объединение в противоположном его виде, в обратном, то есть наоборот, мы объединены на 100%, чувствуем себя непонятно в каком состоянии, но когда мы начинаем раскрывать, то мы начинаем раскрывать отсутствие объединения, то есть левую линию. Да. Еще раз, скажем, если я смотрю на предыдущий рисунок, который вы нарисовали, там есть определенная взаимность, второй не может быть объединен с первым, если первый не делает этого. Вот то, что вы сейчас объединили, я хочу понять, что я правильно понял, в конце концов, я могу быть объединен с миром, а от мира я не нуждаюсь или от товарища, так я говорю, мир. Мне от него ничего не надо, чтобы он возвращал мне. До сего момента, по крайней мере, мне так было понятно, что объединение между мной и товарищем должно быть взаимным действием, а тут мне показывают, что я могу делать внутреннюю работу сам с собой, один, и быть присоединен к товарищу без того, чтобы он что-то делал для этого. Я правильно понял? Видимо, кажется, что нет, но польза от этого очень маленькая, очень маленькая польза, потому что этим ты не пробуждаешься, его товарища, ты не создаешь с ним настоящей практической связи, ты должен показать это в действии. Да. для того, чтобы говорить об объединении, почему мы боимся объединения? Правильно, ну так что? Если мы боимся объединения, то можно поговорить о том, почему мы боимся? У меня больше нет сил об этом разговаривать, достаточно же, мы прочитали, поговорили, хотите, поговорите сами, я заканчиваю всю эту вещь. Да. был семинар, после последних семинаров был вопрос в одном из кругов, какую молитву мы должны поднимать? Ну, это вроде бы вообще не в том направлении, как вот вы сейчас в начале, как один человек, это вроде бы вообще не в направлении, не в том направлении. Ну, я слышал уже, как будто. Откуда начинаем? Откуда мы начинаем? Ищите. Не, нечего здесь добавить. Вы все знаете. И все, теперь ищите. Откуда начинать? Да. Давай, парень. Ну, этот наш товарищ из пустыни Арава, у него сегодня такая красивая прическа, да. Мы все время воспринимаем реальность волнами. Вдруг в один момент есть подъем, который увлекает нас, вдруг спуск. Относительно этой реальности, как я понимаю, мы должны сделать какую-то самоотмену, какое-то согласие быть в одном движении, быть в едином движении вместе. Ну, так что? А то, что множество раз происходит, что мы каждый пытаемся выскочить в разные стороны, когда есть общая волна. Вместо того, чтобы самоотмениться и принять решение, что мы вместе идем в этой волне. Если попробовать встать на общую точку единства в этом движении, дать нашу добавку, которую мы можем сделать вместе с этим движением, я бы это изобразил как качели. У качели есть такое движение, но это известно, что в состоянии подъема надо добавлять, подталкивать эти качели вверх, а в состоянии падения надо приложить усилие как можно дальше отлететь вниз. И вот это действие мы должны делать вместе в ритме. Если мы вместе в ритм попадем, если вместе двигаем ногами, чтобы подтолкнуть вверх, вместе двигаемся, чтобы подтолкнуть вниз, вот это мы должны согласиться, договориться и сделать вместе. Надо попробовать прийти к такому ощущению, что это не то, что вот у меня личное такое движение, меня поднимают или опускают. Нет, мы вместе это делаем. Я в сущности должен, для того, чтобы понять состояние, где нахожусь, должен смотреть по сторонам вокруг себя, на товарищей и относительно них. Я могу понять, что происходит. То есть то, что есть тут, договоренность между нами, если я правильно понимаю, это не то, что не так уж много тут надо сделать самому. Надо просто договориться. Тебе необходимо слиться с группой и делать с ними то же, что они правильно. Ну, что они делают? Чтобы было бы согласие между ними, что вот именно так мы и действуем. Если сейчас у нас есть ощущение падения, надо договориться, согласиться, что мы в падении. Почему? Для чего? Потому что даже в состоянии падения, но мы хотя бы вместе. Ну, почему это хорошо? Что означает падение? Это значит, что после того, как мы взлетели очень высоко вверх, получили сейчас спуск вниз, вместе захватить все это как можно дальше назад, чтобы еще сильнее пойти наверх. Я не слышал о такой вещи. Я, может быть, ошибаюсь? Нет. Если ты хочешь, ты прав. в отношении того, что происходит у нас в этом мире. С качелями я согласен, но ты забываешь о том, что эти качели крутятся лишь при помощи света, возвращающего к источнику, как наверх, так и вниз. Поэтому ты постоянно должен быть связан со светом, постоянно связан с Творцом, постоянно связан с тем, кто тебя, кто эти качели задействует, не то, что ты за своими ногами их двигаешь, он совершает с тобой эти действия. То есть, если ты находишься с ним в связи, как при падениях, так и в подъемах, то, что будет происходить в падении и в подъеме, будет на сто процентов происходить правильно. И не важно, будешь ты складывать ноги, не будешь, ты ничего не сможешь сделать, кроме чего-то в своем воображении, потому что твои ноги он тоже загибает, а не ты сам. В духовном невозможно совершить ни одного, ни малейшего движения, а только лишь при помощи света. Ты сначала просишь, потом он совершает это действие, потом только это все происходит. интересное действие. Я понимаю, что я должен делать с собой. Ты не можешь с собой ничего поделать, только лишь посредством света. Если ты хочешь совершить некое действие, это возможно лишь только посредством света, а ты сам по себе ничего сделать не можешь, никакого действия, забудь об этом, как вверх, так и вниз, вместе с группой, не вместе с группой. Духовное лишь при помощи света приходит, а материально тебе кажется, что нет, поэтому это называется скрытием, поскольку тебе кажется, что ведь я это делаю, ой, смотри, я вот сделал это. Мне кажется, что я вот ударил по столу, я ударил по себе, кому-то навредил. На самом деле это скрытие, это неправильно, это тоже все через свет происходит, мы просто этого не ощущаем. Духовное это, когда ты чувствуешь, когда ты берешь его в качестве соратника, и ты чувствуешь, что именно он здесь действует. И перейдем к следующей части урока. Мы переходим к следующей части урока и поем мистер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok